С вами Андрей, у нас Шотерпиксель Дамзен, про прохождение охотницы. В прошлой серии мы с вами остановились на том, что пробили босса жижу, точнее сказать, его сожгли. Вот, у нас в данный момент вот такая вот экипировка, у нас маскировка, чаша. Собственно, такой вот инвентарь, вот такие вот способности в данный момент. Также мы, скорее всего, будем брать тонизирующий обед, как минимум на единичку. По возможности, собственно, восстанавливающие шаги. Осталось 4 пункта, сюда как минимум один, сюда еще один, ну и сюда можно либо в дротике. В идеале найти короля крыс, он где-то на этом уровне должен присутствовать. Но, опять же, если мы его не найдем, это, конечно, будет не айс. Здесь присутствует трава, что хорошо. Ну, мы нашли короля крыс, отлично. Получаем немножко монет. Причем, именно немножко, потому что, если вы сюда придете на высоком уровне, золото будет столько же. За исключением, если только у вас будет удача, и с неким шансом вам что-то еще дробнется. Собственно, локация тюрьма. Много лет назад эта тюрьма была построена для особо опасных преступников. Жестко контролируемая и надежная. Она содержала в себе самых опасных злодеев со всей земли. Но со временем темное влияние стало просачиваться сюда, извращая разум как стражей, так и узников. В ответ на растающий хаос, город запечатал всю тюрьму. Никто не знает, что случилось с теми, кто остался умирать в ее застенках. В ее стенах, грубо говоря. Собственно, мы видим сходу два ключа. Также присутствует свиток, опознание. Достаточно большая, объемная локация. Ищем, собственно, сразу же сходу нашего любимого торговца. Даже зелье. Опыта есть, не фига себе. А у нас бурдюк перенесли. Кстати, а где? А, вот, 17. Его перенесли в зелье. То есть нам нужно взять с вами анг. Обязательно. Так, чисто для коллекции. Ну и еду. А также можно взять дротики. У нас два ключа. Давайте их заберем сразу. И, собственно, свиток, опознание, пластинчатую броню. Наш персонаж зачем-то убежал в обратную сторону. Мы сразу же открываем дверь. Это у нас, судя по всему, таинственный сад. Серьезно? Давайте посмотрим. Нет, это не таинственный сад. Нам подсказывает то, что этот этаж с пропастью. То есть он, скорее всего, воздушный. Давайте посмотрим на наличие мимиков. Нам не говорят, что про мимиков. Поэтому забираем оба. Собственно, мы бурдюк заполнили. Мы благословляем свой ант. Освещаемый, так сказать. Это огненный чемпион. У нас ближайшая вода у торговца. Поэтому мы бежим к нему. Нам дали секиру, боевой топор. Оружие мы опознали. Оно 12-е. Наверное, хаос опасный тем, что он вас может просто сжечь. Как объяснить? Продаем раз. Продаем два. Проклятый топор, конечно, он был бы лучше для нас. Но он, опять же, проклятый. О, кстати, проклятый, телепортация не самое плохое. Как бы мы могли вообще лицезреть. Ну, хаос сомнительный. У него больше урона, да, но он сомнительный. Все-таки давайте попробуем через сомнительный хаос поиграть. Может, нам что-то повезет. Телепортация, как я говорил ранее, не особо страшная. В плане того, что скорее это даже плюс. Так что вы врага будете телепортировать в рандомное место. Единственная проблема в том, что вы заколебетесь бить их. Но это, я думаю, мелочи жизни. Ментальное зрение, холод, опыт, исцеление. Давайте заберем исцеление. Также желательно забрать рассеивание. Ну и опознание. Вор. Вор очень сильно любит уклоняться. Очень сильно. Поэтому с ворон лучше драться в дверях. Это оптимальное решение противора. Видим, что тут присутствует летучий моб. Давайте подпустим поближе. И начнем расстреливать. Мы, собственно, его расстреляли. Собираем в наш бурде просинки. Нам бы в идеале снять чары и использовать кольцо собственной энергии. Давайте, может, сразу это и сделаем. Здесь, по идее, мы должны открыть дверь. Давайте попробуем. У меня у нас не получилось. Странно. Видимо, это такая новая система туннелей. Наш персонаж проголодался. Давайте рассеем чары. Как-то достойте. Наш персонаж очень любит бегать. Давайте рассеем чары. С кольца. Сначала у нас убить скелет. Убили скелета. Берем еду. Она скоро пригодится есть. Снимаем чары. Надеваем кольцо энергии на себя. Почему? Потому что у нас кровавая чаша. У нас есть шанс порегенерировать. Чуть-чуть быстрее. Мы видим, что тут моба. Он нас, правда, не видит. И сейчас, скорее всего, нет. Он нас и видит. Мы его оттолкнули. Мы его оттолкнули. Оттолкнули. Убили скелетов. По возможности на расстоянии, не подходя к нашу окною. Нашли алхимический огонь. Мы как раз знаем, куда его можно применить. Да, давайте его сразу и применим. Бросаем алхимический огонь в деревянную баррикаду. Сжигаем ее. Нам дали улучшение, колыбельную и рацион пищи. Собственно, неплохо. Видим еще одного скелета. Убили скелета. Наш пацаник проголодался. Давайте посмотрим, кто это. Это Мимик. Ну, в принципе, самое лучшее решение, конечно же, будет Мимика убить на Е-станции. Давайте так и сделаем. Подпираем двери. Для того, чтобы Мимик попытался до нас дойти. Я говорю, помогу урона. Собственно, мы убили Мимика. Нам еще дали еще одну пластинчатую баррикаду. Получили огнецвет. С помощью огнецвета также можно активировать деревянную баррикаду. Единственное, вам нужно посадить семечко огнецвета. Из него выйдет растение. Из этого растения уже вы что-то сможете сделать. Проверяем на наличие ловушек. Собственно, камень агрессии и камень интуиции. Здесь присутствует, скорее всего, камень зачарования. Для того, чтобы его деактивировать, вам нужно, по сути, сжечь. Давайте этим и воспользуемся. Кладем огнецвет. И поджигаем нижнюю полку. Нам дали защиту. Дубовая кожа 0.2. Два хода ослабления эффекта. Давайте подождем. Да что ты будешь делать? Персонаж ждать не хочет. Семь ходов мы будем гореть. Мы покушали. Забрали камень интуиции. Нашли свежую дверь. Судя по всему, насколько я вижу, мы найдем хрустальный ключ. Это означает, что у нас будет выбор один из двух предметов. Из двух сундуков. Собираем. Видим скелета. Давайте его расстреляем. С скелетом идет вор. Ворота уже убили. Ищем, где у нас присутствует дверь. Видим то, что мы в левую сторону еще не ходили. Давайте сбегаем в левую сторону. Вниз. Видим дверь. Собственно, у нас на выбор алхимический огонь, бирюзовое зелье, телепортация, левая перезарядка, либо рандомный предмет. На начале я рекомендую брать рандомный предмет. В конце рандомный предмет для вас будет бесполезен, потому что вы с высоким процентным шансом будете уже знать большинство предметов, поэтому вам будет рандомный предмет бесполезен. Давайте используем обнаружение магии на талисман предвидения для того, чтобы обнаружить проклятости. Лишний урон не получаем, а просто отступаем для того, чтобы лишний урон не получать. Получили плюс один уровень. Давайте прокачаем восстанавливающий шагик. У нас осталось два очка. Их можно вложить, собственно, в прочный снаряд. У нас лук стал плюс два, что неплохо. Четыреста монет, две. Давайте проклятую телепортацию садим. Увидим скелета. Давайте попытаемся убить. Убили скелета. Продадим, собственно, телепортацию. Что касаемо топора, по топору пока не ясно, что с ним делается. И в перспективе он нам может помочь. Следующий этаж. Нам подсказывает, что вокруг шумит вода. Это говорит о том, что если бы у вас была бруна-амфибия, этот уровень был бы лучшим. Мы видим стражи и сходу ключик золотой. К нам идет ДМ. Это очень плохо. Давайте подождем. А ДМу нужно прятаться, потому что он маг. Это, во-первых, он антимаг, потому что у него, он как бы бьет магией, но в то же время он является антимагическим чемпионом, на которого не действует магия. Как бы это смешно ни звучало. Собственно, это короткий меч, скорее всего, он для нас бесполезный. Наш персонаж проголодался. Мы нашли зелье ускорения. Собственно, видим то, что здесь у нас присутствует вор. Убили вора. Начинаем расстреливать скелета. Нам хватило с горем по полам урона. Очень много воды на этом уровне, что прям удивительно. Собственно, много хрустальных ключей. Это говорит о том, что будет комната с выбором. Либо вы выбираете, собственно, зелье, либо вы выбираете свитки. Но мы нашли еще один цвет к улучшению, который не горит, если вы попадете в огненную ловушку. Ну, либо наступите на нее целенаправленно. Страж просто издевается над нами. Мы, собственно, нашли нашу комнату, о которой я говорил. У нас присутствуют три ключа. Мы видим исцеление, пурпурное зелье, лагуз и магическую карту. Карту желательно, конечно, забрать, но неопознанный лагуз, непонятно, что из себя представляет. Давайте посмотрим общую информацию по свиткам. Что у нас еще за неизвестные свитки? Это превращение, ужас и зеркальная копия. Но они, по сути, нам особо не нужны, кроме превращения. Поэтому забираем исцеление. Смотрим, что у нас еще за зелье. Это парализующий газ. Но парализующий газ сомнительный, скажем честно. Посмотрим по зельям. У нас очень много неопознанных зелий. Это токсический газ, очищение и невидимость. Эти зелья более полезны, поэтому мы забираем неопознанное зелье, которое здесь присутствует. У нас присутствует еще один ключ. Давайте заберем собственно, по лагузу я уже говорил. Собственно, зеркальные копии, ужас, либо превращение. Если у нас есть камень интуиции, у нас он присутствует, в теории мы могли бы погадать. Но я думаю, мы особо гадать не будем. Мы возьмем точно карту и не будем заморачиваться. Давайте поставим наш талисман на быстрый слот для того, чтобы им можно было воспользоваться. Талисман прокачал плюс один уровень, отлично. Только-только одели уже плюс один уровень. Красота. Пилет. Какая грязь. Это проектирующий чемпион. Нам очень сильно повезло, что рядом с нами стоял. Да куда ты убежал, идиота? Управление, конечно, впечатляет. Да, видите, он стащил мой пирог, вместо того, чтобы я сам его скушал, он его стащил. Персонажный изюет. Жалко Джойси. Жалко, Джойси нету, блин. Была бы возможность, можно было с помощью Джойстика управлять, он бы вряд ли смог убежать. А так, видите, он просто убежал и, по сути, потеряли пирог. Так могли бы сделать себе дополнительную еду. Что очень плохо. Присутствует могила. Давайте ее активируем. Собственно, появился кольчужная броня неповоротливости и, собственно, призрак. Ну, призрака надо бить в дверях, потому что по-другому вопросу вы не убьете, либо бить магией. Собственно, мы видим то, что здесь присутствует ловушка стража красного часового. чтобы пройти нужно использовать нужно использовать этот ускорение либо цепи. Прикориент тоже нужно использовать. Также можно использовать часы. Это артефакты. Собственно, мы прокляли скелета. Давайте посмотрим общий этаж. В целом мы его весь исследовали. Давайте покушаем и сбегаем к торговцу лишнее продадим. У нас плюс один уровень. Давайте прокачаем срочные снаряды. мы видим маяху. Прикольно. Лишний урон мы не получаем, поэтому мы просто отступаем по возможности от них. Нам дали волшебный взор. Это грыжная склянка ментального зрения. Сейчас я вам покажу наглядно, чтобы вы видели. Вот оно, собственно, ментальное зрение. Вот волшебный взор. Четыре энергии мы сэкономили. Не особо полезная склянка, но в целом она не классная. Против вдохновленных чемпионов стоит драться с неожиданными атаками. Неожиданные атаки в большинстве случаев осуществляются в дверях. Проклятую броню по понятной причине мы продаем, как и короткий меч. У нас присутствует опыт. В теории можно было бы его взять. ментальное ментальное зрение, холод, опознание, карта. Присутствуют бомбы, сюрикены еще. Единственная бомба нам класть особо будет некуда, у нас основной ментарь забит. Мы видим муху. Давайте подождем ее пару ходов для того, чтобы муха, если вам что-то сможет дропнуть. В теории попытаться очаровать, но если нам не повезет, это будет зачарование огня, это будет просто эпик фейл. Давайте попробуем очаровать лук. Это не огонь, нам повезло. Давайте прочитаем, что это. Это обороны. это зачарование может ненадолго защитить вас после атаки этим оружием. В целом неплохо. По крайней мере жить с этим вопросом можно. Давайте заберем часового. Как видите, мы освободили место, у нас есть несколько слотов. Выпиваем зелье ускорения, пробегаем часового, забираем зелье силы. Зелье силы сразу выпиваем. У нас теперь 13 силы, вы видите. Вот. И, собственно, наши зачеты двигаются в сторону. Кстати говоря, по поводу лука. Лук можно также зачаровать на скорость, что будет очень полезно. Вот. Но на этом пока все.